Приветствую, с вами реализация законного права. И сейчас я вам расскажу, что с 1 февраля 2022 года будут действовать утвержденные минимальные розничные цены на пластиковые пакеты. Абсолютно бесплатно, без воды и лирики. Правительство Украины установило минимальные розничные цены на пластиковые пакеты. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 20 декабря 2021 года. Указанное решение вступает в действие с 1 февраля 2022 года. Каждый украинец в среднем использует 500 пластиковых пакетов ежегодно. Они служат всего несколько минут, а затем разлагаются более века, загрязняя окружающую среду. Утверждение минимальных розничных цен на пластиковые пакеты будет стимулировать граждан использовать многоразовые экологические сумки и позволит оградить окружающую среду и здоровье людей от вредного влияния микропластика. Так, минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 мкм, предназначенные для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг составляет 2 грн. пакет без ручек и боковых складок, 2,50 пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок, 3 грн. пакет с ручками и боковыми складками. Также напоминаю, что в июне 2021 года вступил в силу закон об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины. Им, в частности, запрещается бесплатное распространение пластиковых пакетов в розничной торговле в общепитах с 10 декабря 2021 года. В то же время эти требования не распространяются на биоразлагаемые и сверхтонкие пластиковые пакеты, предназначенные для упаковки и транспортировки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда и используются как первичная упаковка до 1 января 2023 года. Кроме того, с 10 марта 2022 года запрещается распространение в магазинах и заведениях общественного питания сверхтонких со стенками толщиной менее 15 мкм, тонких со стенками толщиной от 15 до 50 мкм пластиковых пакетов. Если видео вам было полезно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и напишите в комментариях, что зацепило больше всего в этой теме. Возможно, у меня получилось вас удивить. И если при этом у вас остались какие-то сомнения или какие-то мысли вас встопорят, напишите в комментариях. Вместе гораздо проще все решить. И как всегда, прокачивайте свою юридическую грамотность. До новых встреч в следующем видео.